Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, это новости сериалов и сегодня в выпуске вы узнаете Почему Эду Ширену закрыт путь в Ведьмака? Какой стрим-сериал стал самым популярным за прошлый год? Кто вернется во вселенную Звездных Войн? И как связан Марвел с очень странными делами? Ну, начнем мы, пожалуй, с того, что у меня на канале вышел большой видео итог прошлого года. Если будет интересно, ознакомьтесь. Там еще и конкурс есть. Также из того видео вы узнаете, кто стал разочарованием прошлого года, а кто, наоборот, получил почетный титул с сериала года. По версии подписчиков канала Коротко, а не Коротком. А вот самым популярным сериалом на стрим-платформах конца 2019 года признан Ведьмак. Обогнавший Мандалорца, висевшего в лидерах ровно месяц. Вот так проект, в который мало кто верил, стал самым-самым. Что ж, Netflix, тебе придется еще раз не обделаться. Потому что уже совсем скоро начнутся съемки лайф-экшн-адаптации практически всеми любимого мультсериала «Аватар». Легенда о банге. Ну что, делаем ставки. Получится «Повелитель стихии 2» или все же что-то годное. Примечательно то, что за производством будут следить создатели оригинального мультсериала. Майкл Данте-Ди Мартино и Брайан Каньецко. Что ж, верим, надеемся и ждем. Ммм, наверное. Ну а мы поговорим о другом создателе, также следившем за производством. Андрей Сапковский, любя, простебал «Игру престолов» и сказал. Моя работа как креативного консультанта заключается в том, чтобы убедиться, что Эд Широн никогда не будет петь в сериале. Я точно прослежу, чтобы этого не случилось. Могу предположить, что маэстро не хотел обидеть ни «Игру престолов», ни Эда Широна. А имел в виду, что ему не придется вытягивать рейтинги сериала громкими именами. И, кстати, о громких именах. Слушок прошел, что во втором сезоне засветится британец Тео Джеймс. Более известный нам по роли Тобиаса во франшизе «Дивергента». Слух гласит, что он может исполнить роль Весемира. Либо его молодой версии, либо при помощи грима он представит нам старого персонажа. Нет, нет, нет! У вас же есть Марк Хэмилл на блюдечке, который сам вызывался исполнить эту роль. Как бы там ни было, Тео уже подарил свой голос Весемиру. В финальной серии первого сезона. А вы помните ту песню, звучавшую из каждого угла? Как же там ее? Не могу вспомнить. Да ладно, шучу, конечно. Все мы ее еще напеваем. Так вот, в первого «Ведьмака» добавили эту самую песню. Правда, только на английском. Ссылку на этот мод я, само собой, оставлю в описании. И да, друзья, если будет желание, то пишите в комментариях, выберем день и время и поиграем в каком-нибудь из «Ведьмаков». Я только чуть-чуть играл в «Дикую охоту», так что мне без вашей помощи никак не обойтись. А еще помощь не помешала бы стрим-сервису Disney+, так как после окончания «Мандалорца» посыпались массовые отписки. Просто они, наверное, забыли, а может не знали, что сейчас идет активная подготовка к сериалу про Оби-Вана, где уже прописано одно стопроцентное камео. И не кого-то там, а Хайдена Энакина Скайвокера. Вегат Рикавет сообщает, что он должен появиться во флешбеках тех времен, когда он еще не перешел на темную сторону. Но не одними звездными воинами богаты. Как стало известно, сериал про самую странную парочку Marvel, Ванда Вижн, выйдет не в 21-м году, а в этом. А вот в 21-м нас ждет сериал «Соколиный глаз», съемки которого стартуют в июле этого года. Ну и раз уж мы бежим по сериалам Marvel, помните этого парня? Теперь это он. Ладно, все это пока что, как всегда, слухи. Боссы студии уже давно мусолят эту идею, и тут как раз, кстати, выходит сериал про Локи. Но не только убога обмана проблемы с выбором внешности. Как стало известно, Педро Паскаль, известный сейчас как Мандалорец, претендует на роль лунного рыцаря в одноименном сериале Marvel. Хотя до этого ходили слухи, что на эту роль претендует Дэниел Редклифф. А до этого Кит Харрингтон. А до этого Киану Ривз. Также стало известно, что в сериале может появиться и марвеловский Дракула. Также напомню, что с 1 января стартовал новый сезон «Доктора Кто», если его еще кто смотрит. А вот я жду 17 января, так как там стартует второй сезон полового воспитания. А вслед за ним 24 числа продолжение приключений Сабрины. Ну и под конец встречайте парочку новых трейлеров, новых сериалов от Нетфрикс. Один про средневековых ведьм. Другой про взросление подростков. Сквозь призму скандинавских сказаний. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. Пишите в комментариях, какая новость вас порадовала или же наоборот огорчила. Конечно же, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и только хороших вам новостей. Пока.